Кирово-Чапецкий дом престарелых в ожидании больших перемен, и речь идет не только о масштабном ремонте, которого ждали много лет. В учреждении будет создано психоневрологическое отделение. Опыт для региона новый, но у специалистов есть полная уверенность в том, что реорганизация поможет снять сразу несколько болевых точек в сфере предоставления социальных услуг. Это крапивка, тоже крапивка, это ухо, нет, олень не рога это. Все свои цветы Анастасия Афанасьевна возьмет с собой в ближайшие дни. Им вместе предстоит переезд в другой корпус дома престарелых. Но эту бабушку ничуть не расстраивает. Не выгоняет же на улицу, да и комнату обещали дать, не хуже, чем эту. В доме престарелых Анастасия Сергеева живет уже многие годы. Здесь ей дали крышу над головой, когда ее не оказалось. Она же обрела в этих стенах большую семью. Весь персонал мне нравится, очень хорошо ухаживает, лечит добавок. Все хорошо для меня. Очень я рада этому, что этот есть дом такой хороший. Хороший дом не год и не два ждал ремонта. Властям региона удалось договориться с Пенсионным фондом России о финансовой поддержке и помощи для укрепления материально-технической базы. В первую очередь заменят окна, затем займутся помещениями. На первом этаже в одном месте появится большая медико-социальная служба. Мы планируем перенести сюда медицинские кабинеты, которые в настоящее время находятся в разных местах дома-интерната. Здесь будут находиться как врачи, так и социальные работники. Кроме того, часть хозяйственной службы, которая непосредственно будет отвечать за содержание. И медицинский пост для наших проживающих, которые будут находиться на втором и на третьем этаже данного корпуса. Но не только ремонт. В корпусе будет создано новое направление деятельности для дома престарелых. Появится психоневрологическое отделение. Профильные дома-интернаты не могут сегодня принять всех нуждающихся. 50 дополнительных коек смогут снять напряжение в этом вопросе. Персонал пройдет дополнительное обучение, поскольку помощь пожилым людям станет еще более индивидуальной. У нас продуман вариант различных потоков, которые обеспечат несоприкосновение одной категории и другой категории. Во-первых, строительство забора, который обеспечит зону отдыха для проживающих психоневрологического отделения и проживающих общего типа. Во-вторых, на первом этаже будет создан у нас медико-социальный отсек. При этом потоки оказания услуг будут разделены. Сделать предстоит немало, но средств, выделенных на перезагрузку, должно хватить. Все работы планируют завершить в 2018 году. Вергина Мативосян, Максим Козлов, Вести, Кировская область.